Приветствую вас! Расскажите о своей деятельности. Меня зовут Владимир, я профессиональный рестлер, и суть моего дела – развлекать людей. Меня зовут Гриша, я работаю в Мегафоне и отвечаю за дизайн интерфейсов. Мы делаем дизайн сайта, приложение Мегафон и стараемся делать его удобным и красивым. Двое участников из разных сфер деятельности будут рассказывать интересные факты и истории о своей профессии. Задача собеседника – угадать, правда это или вымысел. Рад, что у нас с тобой борьба не по-настоящему. Мой первый вопрос такой. Обучение дизайну интерфейсов длится минимум 4 года. Я думаю, что это правда. На самом деле нет. Это достаточно легкая профессия для входа, и самые-самые азы люди осваивают за полгода год и могут потихонечку начинать работать по ней. А, окей. В рестлинге каждый удар прописан в сценарии, и сам бой репетируется несколько раз. Каждый удар? Да. Нет. Я думаю, что весь драматизм боя прописан. То есть вы знаете, кто выиграл, кто нет, и там может быть какие-то пиковые моменты, но каждый удар – это нереально. Да, ты абсолютно прав, потому что иногда можно встретить своего оппонента за 2-3 минуты до матча. У меня так было в Германии, когда я приехал. Мы ждали своих оппонентов, и он пришел минуты за 2-3 до матча. И нам сказали, окей, ты удерживаешь его. Хорошо. Слово «фак» – не говорить и за рингом не бороться. Крупные гипермаркеты привлекают дизайнеров интерфейсов для того, чтобы они проектировали им продуктовое пространство, выбирали расположение делов и распределяли потоки людей. Я думаю, что это правда, потому что это будет влиять на продажи. Мне кажется, это действительно бы влияло на продажи, но так почему-то не делают. Возможно, из-за специфики именно ритейлеров и продуктовых компаний. У них есть отдельные ребята-архитекторы, которые проектируют у них пространство, и, по сути, они, наверное, похожи с дизайнерами интерфейсов, но это разные профессии, и сами дизайнеры ничего не знают про то, как раскладывать фрукты, овощи, хлебушек. Рестлинг появился в Америке, и это достаточно молодой вид спорта. Ну, все, что я знаю про рестлинг – это Америка. Наверное, еще, может, какая-нибудь Япония, какой-нибудь крейзи-рестлинг должен быть. Но я думаю, что да, в Америке он появился, да. Нет, это неправда. На самом деле, рестлинг появился в начале 19 века, он вышел. Когда вольная борьба стала слишком вольной, она стала называться кетч-рестлингом. И профессиональная борьба, то есть рестлинг, появилась из кетч-рестлинга. В кетч-рестлинге был интересный факт. Есть отделение кетч-рестлинга на лакшир-рестлинг, это графство в Англии. И победитель считался тот, кто получит меньше травм. Жесть. Да, вот такие мы парни. На логотипе мегафона изображен человек, который говорит. Я сейчас буду представлять себе логотип мегафона, потому что я вообще не в курсе, как он выглядит. Вы меня простите. Я предположу, что да. Точно это правильно. Там у нас есть текстовое написание мегафон, а слева от него есть такой кружочек. Вот этот кружочек менялся за время ребрендингов много раз, но там остается основа одна и та же. Там такой профиль человека, который что-то говорит. Я постараюсь обратить внимание на следующий раз на все, что я запоминаю, это надпись мегафон на зеленом фоне и еще три кружочка, по-моему, фиолетового. Да, три кружочка — это новое позиционирование, новый брендинг. Я уверен, что мои коллеги супер сейчас стали счастливыми, когда услышали это, потому что мы очень хотим, чтобы люди запоминали эти три кружочка. Очень хотим, чтобы они воспринимались как часть айдентики мегафона. И то, что они у тебя есть в голове, это просто суперкруто, они сейчас счастливы. А что это значит? Привет вам, коллеги! А что это значит-то? На самом деле, это просто айдентика, то есть большой многогранный образ, в который ты можешь включать все, что хочешь. Эти кружки становятся частью, ну там, природы или человека. Например, у тебя ты можешь быть в какой-то там среде с телефоном, у тебя до телефона будут достраиваться кружки. Ну, то есть, типа, ты можешь использовать любую фотографию, любое видео и достраивать эти круги каким-то объектом. Благодаря этому получается, что все, что мы хотим показать, как бы брендируется. Это очень гибкий стиль, который позволяет использовать кучу-кучу-кучу разных всяких историй, людей, сюжетов, достраивая к ним кружочки. Это достаточно легко, масштабируемо и узнаваемо. Поэтому классно. Человечек-то вашего я и не заметил. Ну, это ничего страшного. Главное, кружки. А вот кружки я заметил. Все предметы, которыми мы пользуемся вокруг ринга, столы и стулья, я не знаю, канцелярские кнопки, еще что-то, они не настоящие? Нет, нет. Они настоящие, иначе бы люди бы не ходили и не визжали от радости, потому что это было бы слишком фейково. Да, абсолютно ты прав, потому что иногда стулья и предметы мы можем брать из-под зрителей, вытаскивать стулья. А еще есть всякие хардкор-матчи, где, например, зритель может принести оружие. Ну, нет, не стрельные, нет, конечно, нет. Ну, всякие там, я не знаю, они делают клавиатуру с канцелярскими кнопками. Есть такой промоушен в Америке, CCW, они иногда могут использовать, знаешь, газонокосилки такие с пластиками. А, с проводком таким, да? Вот они могут тебя порезать. Говорят, что кожа раскалится до 4 градусов, но я, конечно, в это смутно верю, но, в принципе, это возможно реально. А там реально настоящие кнопки, которые могут себе продырявить? Да, 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 да. А, жесть. Да, меня один раз кинули в колючую проволоку, было так себе ощущение. Жесть. Окей, мой следующий вопрос. Сейчас работа продуктового дизайнера заканчивается в тот момент, когда продукт, на котором он работал, выходит на рынок. Сайт, приложение. Я думаю, да. Хотя, постой-ка, что-то же может пойти не так. Наверное, нет. Да. Ты дальше работаешь с этой штукой. Что-то не залагает там. Так же это вы, да, говорите? Все правильно. На самом деле, раньше, вот там еще пять лет назад, не было такой профессии отдельной, как продуктовый дизайнер. Были просто дизайнеры там, ну, интерфейсов. Они рисовали, и когда они закончили отрисовку, они все это передали и забыли. И реально после запусков что-то было не так. Рассчитывали, что там пользователям понравится новый функционал, они будут им пользоваться, они бац, и не пользуются, и что-то неудобно, что-то непонятно. А дизайнеры уже такие, типа, не-не-не, мы все сделали, это не наша тема. И это от этого индустрия устала. И теперь, как бы, ценятся продуктовые дизайнеры, которые сначала долго-долго анализируют продукт, понимают вообще, как люди с ним работают. Потом они, исходя из этого анализа, рисуют какие-то новые интерфейсы, проверяют, чтобы их правильно там сверстали, запустили, и они действительно дошли до пользователя в том виде, в котором он их нарисовал. А потом он смотрит, как это все вообще работает, не ошибся ли он, и где-то там аккуратненько подкручивает вещи. Поэтому ты прав абсолютно. При падении с места на ринг органы атлета выдерживают нагрузку, примерно сравнимую с тем, что тебя сбивает машина на 70-80 км в час. Ну нет. Не-не-не, я думаю, что вы умеете падать, и ринг мягкий, и поэтому там не так все жестко. Короче, да, это выдумка, ринг не мягкий. Нет? Нет, вообще никогда. Орган выдерживает нагрузку примерно, когда ты сбивает машину на 20-30 км в час. Для выявления наиболее удобного и выгодного для компании варианта дизайна часто используется тестирование на пользователях. И есть один из таких вариантов тестирования, это тестирование на пьяных. Пьяным пользователям дают интерфейс, они пытаются его пройти, и затем компания смотрит, получилось или не получилось. Не, мне кажется, это какая-то дичь. Такого не может быть. Ну это правда, на самом деле, да, это нишевая, конечно, история, не супер распространенная, но я думаю, что она будет еще больше развиваться, потому что, смотри, вот есть у тебя приложение такси, и очень часто чуваки, которые садятся в это приложение, они пьяные. В пятницу вечер, там, половина Москвы, скорее всего, едет подвыпившие. И они получаются, что, да, им нужно справиться с приложением, заказать машину, не потеряться, и они в состоянии алкогольного опьянения. Да не в муку просто, понимаешь? Да, да, да. А рестлеры между собой называют ринг сценой. Я думаю, в паблик бы это никто бы не выбрасывал, но между собой могут. Нет, ни хрена. Очень обидно, когда тебя называют актером. В Европе тебя могут ударить за это. Рестлеры. Да, потому что мы не актеры, мы атлеты. И мы выполняем очень большую атлетическую работу. Мы показываем эмоции. Это немного разные вещи. Актер вживается в роли, да, и живет чужую жизнь. Мы же нет. Можно быть сильным, известным, высокооплачиваемым, классным дизайнером и при этом не уметь рисовать. Я думаю, да. Да, это правда. Да, потому что ты говорил об этом в предыдущем вопросе в одном из, и мы затронули тему художества. Да, 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 все правильно. Короче, если мы говорим про дизайн интерфейсов, то рисование как именно навык художественный, когда там можно, не знаю, человека нарисовать, кошку, дом, какой-то пейзаж, это вообще не нужно. Это разные, по сути, профессии. И это круто, когда дизайнер, который собирает интерфейсы, может еще что-то и нарисовать, какую-нибудь иллюстрацию. Это плюс. Но это вообще необязательное требование. Профессиональные рестлеры могут работать не один матч в день? Не, я думаю, нет. Там кнопки всякие эти, там удары, ушибы, ну, руку можешь выехать, не знаю, что-нибудь сломать, я думаю, нет. Нет, это правда. Я выступал в Эстонии, у нас был матч в 7 вечера, и мой оппонент летел из Финляндии, у него был матч в час дня. И по поводу ушибов, это никого не волнует. Зритель хочет видеть шоу, промоутер хочет заработать, ты тоже хочешь заработать, поэтому никого не волнует, как ты себя чувствуешь. Что у тебя вывихнута, и что у тебя не вывихнута. Вам нужны профсоюзы. Слоган, который выбирает себе компания, с момента его принятия никогда больше не меняется. Да нет, конечно. Я думаю, что компания уже всегда растет, развивается, и под тем, что ты получаешь информацию, если ты ее обрабатываешь, то может поменяться всякие штуки, там, включая слоган. Ну да, это правда. У Мегафона буквально недавно это произошло, в 17-м году поменялся слоган. Раньше он был по-настоящему рядом, а теперь это начинается с тебя. Поменялась философия компании, поменялась позиционирование, поменялся и слоган. Как меняется философия компании с приходом нового слогана? Начинается с тебя. Это философия, которая говорит о том, что мы, как Мегафон, стараемся вдохновлять людей, с которыми мы работаем, наших пользователей, на какие-то совершения. И что все классное, все по-настоящему интересное и важное, оно реально начинается с тебя. Это такая история про вдохновение. В случае с компанией, с тем, как мы работаем, это означает, что каждый из нас тоже понимает, что хороший сервис, хорошая связь, хорошие сервисы начинаются конкретно с нас. И поэтому ты не должен халявить, ты не должен работать плохо, потому что это начинается с тебя. Есть Всемирная Федерация Рестлинга WWE, и правда ли то, что их сюжет расписан на несколько лет вперед? Она большая, она такая, типа, организация. WWE, это как олимпийские игры для нас. Ты попадаешь туда, ты уже на вершине. Все, понимаешь? Тебе открыты двери по всему миру в другие промоушены. Тогда я думаю, что это правда. Потому что есть ребята из Marvel, которые строят свою вселенную, и они типа там за пять лет уже знали, кто там что будет делать, как у них франшиза будет развиваться, если это такие же гигантские чуваки. И это похожие комиксы с рестлингом похожи, это тоже у них там есть какая-то большая стратегия. Да, ты абсолютно прав. Они расписывают минимум на два-три года вперед. Но так бывает иногда, что рестлеры получают травму и приходится заменять. Ты же понимаешь, это живое шоу, и мы калечимся. Насилие и последствия насилия настоящей. Первый раунд не выявил явного лидера. Но во втором раунде все может измениться. За угаданную историю вы получите три балла. Итак, однажды мне поступило необычное предложение выступить на мероприятии. Когда я узнал, что это за мероприятие, я был удивлен еще сильнее. Это было частное мероприятие, и это был день рождения Александра Невского. Вот так вот. И самое необычное было на этом мероприятии, что в конце вечера мы боремся, уступаем все дела, и в конце вечера выходит он и всех нас побеждает. Такой вот весь герой. Из того, что я знаю про Александра Невского, и то, насколько ему хочется быть Арнольдом Шварценеггером и самым сильным мужиком, мне кажется, что это могло быть правдой. Нет, не правда. Вообще ни разу. Я бы никогда ему не проиграл бы. Вообще, рестлеры не любят проигрывать не рестлерам. Понимаешь, что просто так победу ты не получишь. У тебя слишком много должно быть положительных качеств в плане рестлинга. Ты должен уметь держать в интересе своим разговорам людей, ты должен быть прекрасным атлетом. А если у тебя в совокупности все это, то это вообще прекрасно. Поэтому нет, конечно... Александр, ну вы есть и есть, но я бы вам никогда не проиграл бы. Извините. Ну, блин, это звучало как-то. Как прикольная история, такая криповая, но которая может быть. Криповая, да. Нет, быть не может. В порядке. Окей. Как-то раз мы делали проект, и пошла новая задача. Нужно было сделать мобильное приложение. Я еще был начинающим менеджером, и меня поставили в пару к сильному дизайнеру, который я раньше много чего слышал, но сам с ним никогда не работал. Вот. И мы пришли с ним, обсудили задачу. Он меня расспросил, что и как нужно делать, что нужно рисовать. Задал умные, хорошие вопросы. Ну, мы разошлись, и через несколько дней договорились, что он покажет мне промежуточные результаты, прежде чем мы пойдем к заказчику и будем их презентовывать. Ну, это такая стандартная практика. Вот. И когда я пришел, спросил там, как, чего, нормально, там, мы в графике. Он такой, да, все хорошо, давай посмотрим. Открывает макет, и у меня просто ужас. Я смотрю на макет и понимаю, что это какая-то адская вырвеглазная история. Там очень все оляписто, очень много каких-то цветов, которые просто не сочетаются друг с другом. И я ему говорю, Саш, это что? Он такой, а, типа, ты не в курсах? Все же, типа, знают в компании, я дальтоник. И сейчас, если ты не можешь, ну, абстрагироваться и не можешь пройти со мной сценарий, давай я сейчас попрошу друга, у меня все время друг подкручивает цвета просто, через два часа приходи, и мы потом посмотрим еще разок. И я такой, типа, ну, какая-то фигня происходит, типа, ку-ку. Я говорю, ладно, окей, давай, через два часа, ну, хорошо. Мы приходим через два часа, ему просто, друг, у которого нет дальтонизма, просто подкрутил цвета. И я смотрю, и все хорошо, ну, то есть, типа, хороший интерфейс, хорошая история, хороший макет получился. Потом пошли к заказчику, все согласовали. Мне кажется, это неправда. Потому что, типа, дальтоник же знает, какие он цвета путает. Он же может их поменять. И, типа, такой, зачем ему друг вообще нужен, который будет отдельно еще приходить, крутить ему цвета. Да, это неправда, это фейковая история. На самом деле, дизайнеры дальтоники бывают. Я не знаю, там бывают разные степени дальтонизма, и я не очень в них разбираюсь. Возможно, есть какие-то, прям, очень жесткие, которые не позволяют тебе работать дизайнером. Возможно, да. Но точно совершенно есть простые какие-то, там, вещи не очень тяжелые, с которыми люди могут работать. Ну, а цвета у них, да, у них у всех есть код. И чаще всего у любого бренда есть согласованная палитра. И тебе даже не надо, как бы, знать и там, и видеть их. Ты просто по коду ставишь нужный цвет, и у тебя все будет хорошо смотреться вместе. То есть вообще еще все проще. Ну, поэтому, да. Короче, да. Науэй, да, не может быть. В сегодняшнем противостоянии победил Владимир. Спасибо, что приняли участие в игре. Благодарю. Вы рассказали много интересного о своих профессиях. Чем сделали их более привлекательными для тех, кто думает о своем будущем? Я благодарю тебе за игру, мне было безумно интересно. Спасибо тебе тоже большое за игру. У меня удивительно, я два раза сталкивался с рестлингом как-то помимо, ну, шоу на ТВ. Один раз это был фильм «Рестлер», и второй раз это вот сейчас разговор с тобой. И каждый раз у меня меняется представление о том, что это такое. Ну, то есть фильм показал мне, что там это спорт, и там, да, не сцена, и мужики, не актеры. А сейчас с тобой, когда обсуждали, круто, как ты этим горишь, круто, как для тебя это важно. И я офигел от того, насколько там реально много жесткого. Это очень тяжело, и удачи и мужества тебе. Спасибо.